Продолжение следует... Посмотрим план нашего вебинара. В главе угла ставим фундаментальный анализ основных мировых валютных пар. Под фундаментальным анализом мы понимаем некое проведение оценочной стоимости той или иной валютной пары на базе определенных алгоритмов, а затем идет сравнение с рыночным курсом. Если оценочная стоимость валютной пары получается выше, чем рыночный курс, то считается, что пара недооценена рынком, ее надо покупать. Если же оценочная стоимость ниже, чем рыночный курс, то считается, что пара переоценена рынком, ее надо продавать. Все казалось бы просто, дьявол, что называется в деталях, а именно по какому алгоритму с фундаментальной точки зрения проводить оценку той или иной валютной пары. Во многом это зависит от глубины вашего инвестиционного горизонта. Ну о чем здесь речь? Если, например, вы хотите рассчитать динамику валютной пары на 20-30 лет и более, то лучше всего подходит алгоритм счета по принципам паритет покупательской способности. То есть в моих книгах это довольно подробно изложено, сейчас в книге пундаментальной анализы. Если же вы хотите проводить оценку на менее глубокий инвестиционный горизонт, скажем, год, квартал, месяц, неделя, то лучше всего здесь оценивать по региональным перетокам капитала. Причем оценки следующие, если откуда-то капиталы уходят, то валюта должна быть шевелись, если капиталы приходят, то валюта дорожает. Если вы торгуете внутри дня, то фундаментальный анализ обычно сводится к торгам на новостях. Причем здесь надо понимать, что два относительно независимых способа моделирования рынка на разных временных таймфреймах. То есть в момент выхода новости идет сравнение с тем, что ждали, и мы моделируем марковскими процессами. Это тоже я в своих книгах подробно изложил. Если же там проходит какое-то время, и вот этот дисконт между тем, что ждали, и той цифры, которая вышла, отыгрывается, дальше идет моделирование в постмарковских процессах, когда память к рынку возвращается. На второе место по значимости рекомендую ставить корреляционный анализ этих же валютных фактов. То есть по фундаменталке мы находим недооцененные и переоцененные, а дальше делаем их корреляционный анализ. То есть ищем взаимосвязи этих валют. Но о чем здесь речь? Опять же, все довольно банально. Например, японская иена и динамика фондов вынес. Между ними корреляция отрицательная. Поэтому если индекс Nikkei растет, то мы, соответственно, продаем иену. Если Nikkei падает, мы покупаем. Ну, если более общим сказать, то, в принципе, нужно смотреть на то, что делается с рисковыми активами. Если риски покупают, то, соответственно, надо продавать глобальную валюту фондирования. Беспройбушный вариант. Сейчас это иена и евро. Если риски продаются, то, соответственно, надо глобальную валюту фондирования выкупать. Ну, как это было в понедельник в корне, кстати, в текущей неделе. Как понять, что делают с рисками инвесторов? Покупают и продают. Ну, надо мониторить несколько сегментов рынка. Это и в первую очередь рынка акций, рынок облигации и товарные рынки. Ну, а также их производные. На третье место по значимости рекомендую ставить технический анализ выбранных валютных пар. Здесь необходимо сделать ремарку о том, что техническим анализом можно заниматься самостоятельно. Но в этом случае риски, что называется, выше рынка. Поэтому, чтобы минимизировать риски, а вернее минимизировать отношение риска доходности вашей транзакции или вашего портфеля, если у вас низкая транзакция, то, соответственно, надо применять вот такой кластерный анализ. А именно фундаментальный, плюс корреляционный и затем технический. Причем направление торгов выбирается обычно по фундаментальному, плюс корреляционному. А технический анализ в этом случае служит своего рода ручным оптимизатором торгов. Вот часто задают вопросы, что будет, если фундаментальный анализ противоречит техническому анализу. То я рекомендую технический сигнал индикаторов теханализов считать ложными. Все-таки придерживаются фундаментального анализу. Ну, особое место в нашем вебинаре также занимает тактика торговка керри-трейд. Смысл ее в том, что продается низкодоходная валюта, то есть глобальная валюта фондирования, в обмен на выкупы низкодоходной валюты. Ну, вот в начале этой недели позиции керри-трейд были сокращены в разы, и сейчас постепенно они начинают восстанавливаться на этом науке. Следующий момент – это формирование портфеля. То есть, так же, как и на рынке акций, на рынке облигаций, не товарных рынков, на рынке Форекс не рекомендуется торговать за одной транзакцией. Надо формировать портфель. Причем формировать портфель необходимо грамотно, так как это положено по науке. И для оценки качества формирования портфеля служит коэффициент шарпа, трейнер и джинс. Ну, что такое коэффициент шарпа, трейнер? Это есть отношение ожидаемой доходности вашего мультивалентного портфеля за вычетом ставки без риска к риску портфеля. Понятно, что числитель у этих коэффициентов один и тот же. Это ожидаемая доходность милых ставок без риска. А вот знаменатели разные. В случае коэффициента шарпа мы используем сигма портфеля. Это среднее квадратичное уклонение портфеля. За риск принимают сигма, когда обычный портфель не диверсифицирован или слабо диверсифицирован. А в случае трейнера, когда портфель оптимально диверсифицирован, за риск принимается бета-портфель. Считается, что риск портфеля вблизи нуля и можно пренебречь. Но это действительно так по науке, если вы оптимально диверсифицировали портфель. Ну вот с понятием диверсификации плотно в портфеле, значит, плотно сотрудничать. Такое понятие, как феджирование портфеля и страхование портфеля. Смысл которого в том, что если вы, например, открываете лонг по американскому доллару против чего-то, например, иену, то, соответственно, хорошо позапседжируется этот лонг шортом по вашей доллару. И, наконец, завершим юбернар основными рекомендациями и выводами. И если у меня получится переключиться на мета-трейдер, я вам покажу экран своего компьютера. И, соответственно, по мета-трейдеру, по графикам, выберем оптимальные точки вхождения по интересным валютным парам. Вот следующий слайд. Это основная идея. Она не нова. Первый тезис основной здесь заключается в том, что в мире нет идеальных валют. Соответственно, даже евро и доллар в США, они плохи, часто бывают плохи за внутренних экономических проблем. Но с точки зрения макроэкономики, на мой взгляд, до сих пор хуже всего дела обстоят у японской иены на среднесрочных инвестиционных горизонтах. Тезис второй. С фундаментальной точки зрения положения доллара в среднесрочных инвестиционных 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 горизонтах. Это очевидно. Федрезерв соответственно рассматривает возможность поднятия ставок, базовых процедральных ставок, профитфондов, США. А ЕЦБ там, соответственно, проводит полиции количественного смягчения. Там ставка минимальная, вообще на исторических минимум, 0,05%. 3. Надежно все-таки торговать против иены, формируя портфель из лонгов в нескольких прокурсах, где иены знаменательны. Не забывая о элементах фиджирования момента, когда риски на глобальных рынках продаются, когда падают акции, когда падают доходности и облигации, когда падают товарные цены. 4. Время от времени возвращаться к Эритрейд. Сейчас это довольно опасно. Посмотрим, чем закончится на этой неделе заседание банкиров в Джексон Холл. Жаль, что там Джаня Теллин и Марио Драгини будут присутствовать. Но тем не менее, ежегодно это знаковые события. Чуть позже мы об этом еще поговорим. 5. На информации из Китая торговать в блоке товарных валют. В основном информация идет отрицательная, поэтому рассматриваем вариант продажи австралийского доллара каждый раз, как получаем новый пакет отрицаловки из Китая. Почему австралийским долларом, а не юанем торгуем? Ну, юанем на форте не так будет, пока это раз. А во-вторых, австралийская экономика очень тесно завязана на китайскую экономику за счет поставки сырья в Китайскую республику. Поэтому, когда там плохо, объем употреблений падает, то, соответственно, для Австралии тоже плохо становится. И платежный баланс ухудшается, значит, национальная валюта двигается вниз. Вот, текущие фундаментальные факторы за выбранные тактики торгов. Это, соответственно, выбирать момент входа, когда европейские политики вербально тренируют рынок быков по рисковым активам. То есть, они заявляют в СМИ через экспертное сообщество о том, что риски хорошо покупают. Ничего в этом опасном не есть. Вот, второе. Дискретное ралли на рынке акций. Ну, мы уже сказали, что рынок-карты – традиционный рынок рисковых активов. Поэтому, если там ралли, то есть цены ралли, то это значит, что риски покупаются, и мы можем формировать портфель и на форусе из рисковых активов. Например, бай доллара и иена. Селл евро надзеландский доллар, селл евро зар, ну и так далее. Третий т.е. сужение спредо-доходности на рынке облигаций еврозон. Ну, понятно, что если доходности растут, то это значит, что риски покупаются. Но если доходности германских бунтов, скажем, растут быстрее, чем итальянских и итальянских бунтов, то это более весомый сигнал на то, что вы формировали портфель из рисковых активов. Четвертое. Ралли на рынках комодисов в рамках определенного цифра. В этом случае, соответственно, тоже товарные активы, как правило, в своей массе рисковые активы. Если там цены растут, наши риски покупаются. Мы на Форексе сформируем свой фактор. Ну и пятый т.е. с политикой федрезервы. Ну, вот в Джексон Холл, там посмотрим, что происходит. Следующий слайд. Основные риски. Это наличие ряда системных кризисов в Европе. Это незавершенный долговой кризис, это инфрациональный кризис, это инфраструктурный кризис. Соответственно, как только СМИ, экспертные сообщества, аналитиков об этом начинают говорить, привлекая пристальное внимание инвесторов, то, соответственно, это сигнал на то, что от рисков надо избавляться. И мы на Форексе не формируем фактор. А если он сформирован, то его сокращаем. Второе. Повышенная турбулентность валютных рынков. Это тоже риски, да, потому что турбулентность, она связана с волатильностью. Волатильность не имеет сигмы, а, как мы сказали, сигма фактор не включая из мира риска фактора. Поэтому, если, например, на рынке каких-то факторов сигма как минимум 2-4 раза, то там можно, наверное, смело говорить, что там турбулентность. Ну, вот для меня турбулентность возникает, когда скачок цены происходит на величину больше 2-7. Почему так? Потому что в рамках ленинных моделей, в гауссовской статистике, изменение цены больше, чем на 2-7, теоретически не должно быть. Если мы моделируем рынок как процессы в рамках гауссовской статистике, то это случайно не процессы. То, соответственно, вот так. Но если у нас ценовые превращения больше 2-7, то это выходит за эту модель. Уже можно сказать, что статистик там не гаусс, там я обычно применяю статистику каши или другую статистику. В этом случае, соответственно, у нас нелинейность на рынке. И вообще от линейной парадигмы надо входить, все индикаторы технические, которые построены на принципе, именно на 7-10, надо забыть. И надо моделировать рынки нелинейными. В принципе, нет. Но тут возможности, конечно, ограничены. И кто на что город, у кого какое владение численными методами, если хороший программист, он найдет марковский спор, где моделировать рынки. Но если средний или отсутствие навыков программирования, в этом случае можно ограничиться марковскими процессами моделирования, не постмарковскими. То есть так, как я говорил в начале нашего вебинара, именно когда вы так будете на короткий инвестиционный горизонт, что называется внутри дня, но во главе угла принимает фундаментальный оценок всех антихнических. Ну, с турбулентностью разобрались. Соответственно, третий тест. Глобальные корпорации, руководители крупных фондов стали более активными в плане фиджирования на любых рисках. Это действительно так, поскольку дневные обороты торгов сумасшедшие. Как правило, на рынке форума дневной оборот торгов больше 5 триллионов американских долларов в долларах выражений. И поэтому при таких объемах, конечно, необходимо фиджироваться, страховаться на рынке. Любая ваша позиция, как бы она большая ни была, она может быть прогулочной рынкой незамеченной. На них оборот. Поэтому, соответственно, даже в реальных секторах экономики, если, например, американская корпорация ведет какой-то бизнес в каком-то регионе мира, например, в России, она старается в Банке России открыть форвардную позицию на продажу заработанных будущих рублей. То есть она прикидывает, сколько за год она зарабатывает, например, открывает годовой форвардный контракт на продажу рублей в обмен на американских долларов. Это все понятно. Потому что непонятно, что будет с рублем, как он может сильно девальвироваться, и из прибыли корпорация входит и несет и будет пересчет на доллар. Четвертый тезис – это возможность снижения ставки Резервным банком Австралии. Но это не исключается, поскольку положение в Китае неважное, экономика замедляется, кризис в определенных секторах экономики и финансов на фонду не очень часто. Поэтому, соответственно, Банк Австралии как-то пытается стимулировать свою национальную экономику через либерализацию кредитно-денежной политики. Ну, а для этого надо ставки. Или включить нетрадиционные методы, типа QE, количество насмедчений. Та же самая и у Новой Зеландии. Там еще проблема в том, что основные продукты, которые Новой Зеландии поставляют за рубеж, чуть-чуть молочный продукт, они резко потеряли в цене. То есть в Европе молочка стоит сейчас очень дешево, сейчас и Россия в этом помогла. И Резервный банк Австралии, Резервный банк Новой Зеландии, они, конечно, будут еще как минимум раз понижать ставки. Падают ставки рефинансированные в стране. А ожидания это давят, конечно, на национальные валюты. Ну и кроме того, падают рынки комморбит, что негатив для товарных валют. Поэтому, как я вот сказал, там шарты евро-навзеландский доллар, евро-австралийский доллар, они должны быть очень аккуратны. Потому что тренд по этим троппунктам, он бычий. Поэтому надо ловить ХАИ, ловить АЦКОП и АЦКОП и АЦКОП и продавать. Вот. Ну, пятый тезис – потребительская инфляция в стране, это в Астралии и в Европе низкая. И это тоже как бы довод в пользу того, что ставка может быть снижена. Шестой тезис – это крупные игроки, в частности Берклэдскейптам, прогнозируют снижение австралийского и Незеландского доллара, и они часто занимают шарты по данным позициям. И, соответственно, Берклэдскейптал часто в интернете показывает, что он делает для того, чтобы и другие участники рынка Фороса тоже занимали эти позиции, помогая им зарабатывать. Седьмое – состояние рынка труда в шее недвижимости. Ну, это так вот, те сегменты, на которые постоянно Джанни Тейлин обращает внимание, когда она говорит о том, что еще рано-рано-рано поднимает ставки финансированные по счет фондов в штатах. Но если все как бы будет хорошо, то проблемы Китая, они только осенном образом коснутся, то я думаю, в этом году ставка будет поднята. Да, ну, вот сейчас вероятность подъема ставки 17 сентября резко снизилась, там она уже ниже 20%, по моим оценкам, и, соответственно, фактически это значит, что 17 сентября ставка не будет. Ну, значит, она будет поднята, возможно, вот в интервале до декабря. То есть в декабре вероятность она поднятия ставки вблизи 50%, 50-50. Ну, в шестнадцатом году, наверное, точно будет поднято, потому что, в принципе, как бы, если глобальная экономика замедляется, то Америка не сильно замедляется, и там ставку будет подниматься. Вот опять же, американцам нужно дешевывать энергоносители, а это очень хороший способ снизить в дальнейшем цены на нефть, наказав тем самым Россия, Ира, Венесуэр, кого Соединенные Штаты постоянно хочет наказать. Итак, следующий слайд, господа, соответственно, что мы делаем? Да, мы наполняем, формируем мультивалютный портфель, наполняем его лонгами по кросс-курсам с иеной в знаменателе, ну и хеджируем эти позиции продажи свист иена и евро-иена с локальных хаев, да, а так покупаем на дне доллар-иена, австралийский доллар-иена, новозеландский доллар-иена и зарабатываем с волка. Кроме этого, продаем фунт зар, скажем, гембро зар, то есть выкупаем зар, вот европейских валют, вчера хорошее движение, по этим кросс-курсам, и тем самым как бы играем, покупаем рисковые акции. Но тут вот покупать валюты развивающихся рынков сейчас крайне опасно, из-за той неопределенности, которая возникает в текущий момент до 17 сентября. Если ставка будет поднята, то валюты развивающихся рынков будут просто обрушены, если ставка не будет поднята, они на локальной машины укрепляться. Причем Центробанки принимают меры для того, чтобы противостоять возможному сильному падению национальных наличий. Я уже говорил недавно, Банк Бразилии поднял ставку на 5%. Я думаю, Банк России, если там не глупые люди, тоже вынужден будет в очередном заседании. Как минимум оставить ставку без изменения, а лучше будет, если поднимет ставку. И, соответственно, Банк Мексики продает каждый день по 200 миллионов долларов. из своих завоэеров, покупая свои мексиканские пенсии, национальную валюту, тем самым тоже ее поднял. Но наш Центробанк это не делает, им очень жаль. Банк Казахстана тоже самое делает, и идет политика похожая на политику Банка Мексика. То есть он серьезно девальнировал Тенге, а затем держит этот уровень, продавая доллары. Но так дорого доллара никто не покупает сейчас в Казахстане. Наоборот, все продают, поэтому все это валютно в Казахстане растут. Вот вам пример того, как разумно действует национальный банк. И российскому банку тоже в этом ключе действует. То есть не просто ЗВР пополнять тем, что дать сигнал рынку, что рубль будет национально тщеветь, а нет, поднять ставку, одномоментно девальнировать рубль, а дальше намекнуть рынку, что этот уровень будет мелко дышать. Тогда, соответственно, никто не будет спекулировать против рубля, а наоборот, будут избавляться, пока есть возможность, по дорогой цене от своих валютных накоплений, многих корпораций, которым валюта вообще не нужна, и уходить в рубли, поскольку по ним доходности заметно выше. Ну, а теперь, соответственно, давайте, как я и обещал, о Джексон Холл поговорим. Как вы знаете, в нашей встрече там, да, ну, я, как я уже говорил, что там соберутся представители центральных банков ведущих стран мира, это традиционная конференция в Джексон Холл, это американский штат Байонинг, инвесторы будут очень внимательно следить за этим событием, ожидая сигналов в плане изменений монетарной политики и просто интересных комментариев, бутных событий, произошедших в последнее время на мировых рынках. Ну, вы видите, как там сталкиваются лубами интересы финансисты из Китая и Соединенных Штатов. Вот эта конференция проводится с 1978 года Федеральным резервным банком Канзаса. Вот часто было, что рынки сильно трясло в периодах существующих ее проведения. Так, в 2008 году инвесторы ожидали банкротства банка Лемондрата, в 2010 году оценивали вероятность дефляции в предыдущих мировых экономиях, неоднократно источником опасений выступала Греция. Вот на той встрече, которая начнется на днях, главной темой станет расхождение между двумя, в будущем экономике мира, США и Китая. Ну, вот дивергенция, она уже наметилась. Если в Штатах экономика уверенно растет, заставляя ФРС готовить к уменьшению процентных столб, как мы с вами уже и обсудили, то Китай снижает ставку, поскольку его экономика выдала на траекторию рост. И вообще некоторые эксперты даже ждут жесткой посадки. То есть банк Китай свалит. Народный банк Китая, значит, снижал ставки пять раз с прошлого года. Такие меры поддержки пока только усилили посетение инвесторов, спровоцировав волнение на мировых рынках. И особенно в странах, с развивающейся экономикой. Ну, Китай тоже. Страны, с развивающейся экономикой. Замедление темпов роста китайской экономики, основного потребителя сырья в мире грозит обрушке экспорта этих стран. Тогда как перспектива роста ставок, США приводит к снижению курса и валюты в доллары. Ну и вообще к снижению цен на товарные активы. Потому что понятно, что если Федрезерв поднимет ставку, скажем, доллар станет более дорогим, тогда баррель нефти, который измеряется в линейке более дорогих долларов, измеряется меньшим числом долларов, чем это было до поднятия ставки. А через товарные активы в первую очередь начнут дешеветь национальные валюты тех стран, которые поставляют нефть. Та же Россия, Миничуэлла, Иран. Вот на этом фоне многие аналитики ожидают, что Федрезерв отложит первое повышение процентов ставок. Ну я уже говорил, что там, по моим оценкам, вероятность повышения не ниже 20 процентов ставок. Тогда-то она была 56 процентов. Буквально месяц назад. В их числе и бывший заместитель председателя ФРЭС, профессор Крымского университета Алан Блайнер. До последних событий на рынках я не ценивал шансы на повышение ставки на сентябрьском заседании, как пифтич-сифтик, говорит Блайнер. Но если к середине сентября рынки продолжат лихорадизм, то РЭС не станет подливать масло и воду. Ну как я уже говорил, Джанет Эйлин и Марио Драги не примут участие в симпозиции. Вместо госпожи Эйлин выступит зампредседателя Федрезерва Стэнли Фишер. У него будет доклад о ситуации с инфляцией в Соединенных Штатах. То есть главное на то, что там будут обращать внимание инвесторы, трейдеры, насколько он оценит уход от угрозы дефляции в Соединенных Штатах. То есть если оценки окажутся низкими, то возможно, что мы увидим следующий этап количественного смягчения QV4. То есть вот эта вот угроза дефляции остается одним из новых документов в пользу неподъема ставок в стеклошкуру. Тогда как остальные макроэкономические данные потребительского доверия до продаж жилья указывает на позитивные тенденции в американских экономиях. Вот ЕЦБ, раз Марио Драги не будет, тем не менее будет представлен так же рядом с поставленными лицами. Ожидается участие глав других региональных центробанков из Европы. В прошлом году на симпозиум приезжали руководители ЕЦБ Турции, Швеции, Южной Кореи, Манк и другие страны. Вот ФРБ Канзаса проводит ежегодные симпозиумы. И с 1982 года площадкой мероприятия «Место Канзас-Сити» был выбран Джексон Хофф. Это горнолыжный курорт Пайаминга. Вот в 2010 году и в 2012 годах именно там Бен Бернанг впервые просигнализировал о готовящемся втором и третьем раундах количественных смягчений. Соответственно, на этой неделе мероприятие пойдет 27-29 августа. Сюжет практически сегодня там начнется. Когда Америка проснется, у нас будет вечер. И посмотрим, что там интересного действительно будет. На мой взгляд, рынки может лихорадить, будут скачки и волатильность. На этом можно зарабатывать. То есть, в принципе, как бы можно торговать коридорной системой. Там, скажем, евро изменилось, котировка на фейсбурге, можно заряжать в обратном. То есть, это все очень здорово. Ну и вот главный момент, на который будут зациклены эксперты, аналитики, соответственно, СМИ, это что будет все-таки с кредитно-денечной политикой. Стороны Федрезервов в оставшиеся месяцы. Будут ли он повышать ставку? И наоборот, снова уйдет нетрадиционные способы либерализации кредитно-денечной политики. А именно, новый этап, замутят новый этап QE. Ну вот, недавно мы читали в СМИ, да, что глава и основатель крупнейшего мира фетч-фонда, Вич Вотер, Рэй Далио, миллиардер со стажем, предупреждает экспертное сообщество о том, что мировая экономика приближается к завершению долгосрочного долгового суперцикла. Процентные ставки по всему миру на нуле, спреды сузились до предела на фоне роста цен на активы, долговая нагрузка достигла исторических восемь. Это значит, что у центробанков осталось очень мало инструментов, которые могли использовать для стимулирования экономики. При этом, вероятность спада сейчас гораздо выше, чем угроза перегрева. Иными словами, мировая экономика максимально близко подошла к завершению долгосрочного долгового цитата. Вероятно, это сейчас наиболее значимый фактор, который более важен, чем цифрические колебания, за которыми среди фибридеров. Но пока не ясно, прошли ли мы точку невозврата, то есть глобальная экономика прошла точку невозврата, или она еще впереди. Однако нет никаких сомнений в том, что угроза экономического спада на фоне дефляции сейчас куда выше вероятности роста инфляции. Последствия, сворачивания долгосрочного долгового цикла, уже ударили по Китайским, странным экспортерам нефти, развивающимся рынком с большими долгами в долларах и огромными валютами резервами. Вот, к сожалению, Федрезерв сейчас слишком увлечен циклическими факторами, то есть краткосрочным долгом бизнес-циклом, да, и не оценит перманентный фактор, то есть долгосрочные долги, суперцикл. Им, конечно, придется реагировать на происходящее событие. Они настолько широко разрекламировали свою компанию за ужесточение кредитно-денежной политики, сейчас вот дату 17 сентября, да, что резко сменить курс в случае необходимым будет крайне сложно. Между тем, это показано, что вместо повышения ставки невероятно придется начать очередную программу стимулирования QE. Ну, ее уже экспертное сообщество окресило QE4, то есть впереди QE4, вот что нас ждет. А если американский Федрезерв и дальше оставит ставку на таком низком уровне, от 0 до 0,23%, да, и начнет снова включить печатные установки, начнет печатать доллары и выкупать на себе на баланс активы, то, соответственно, это подстегнет рост акций, рост вообще рисковых инструментов и на форекс, конечно, будут расти, будут расти кроп-курсы с едой замина, что, собственно, для нас хорошо в последние годы. На этом мы хорошо зарабатывали на форекс, я надеюсь, дальше поэтому ждем с нетерпением сигналов о том, что ставка подниматься не будет, более того, мы перейдем к новому этапу QE4. С фундаментальной точки зрения, это основные составляющие драйвера рынка. Ну, таким образом, господа, давайте я перехожу на чат, и если вопросов нет, то, соответственно, до новой встречи. Следующая встреча у нас будет, соответственно, во вторник в 11.30 по московскому времени, если все хорошо будет, 1 сентября. До этого всем удачи в торгах и хорошо отдохнуть в выходные и набраться 7 на следующей неделе, уже недалеко. 17 сентября – это такая реперная дата, от которой можно будет подтолкнуть. Если 17 сентября и до того мы услышим какие-то данные о новой QE4, то, конечно, на фондовом рынке начнется новый цикл роста, новый ралли. Ну, спасибо за внимание, удачи всем, до следующих встреч, до свидания.